Завтра, 11 ноября, в ДНР и ЛНР назначены фейковые выборы глав республик и депутатов Народного Совета. Ряд стран Европейского Союза, США, а также международные организации, такие как ОБСЕ и ООН, уже осудили их проведение. В России, в свою очередь, готовятся признать, конечно же, результаты волеизъявления жителей Донбасса. На должность кандидатов на пост ЛНР и ДНР зарегистрировано 4 и 5 кандидатов. Вот, например, пост посольства США в Украине в Твиттере. Россия может и должна отменить бутафорские выборы 11 ноября. Это фарс, поскольку Кремль уже помазал главарей, которые будут служить ему в качестве собственных ставленников, так называемых ДНР и ЛНР. Очевидное издевательство над народом понятно, потому что так называемые кандидаты играют роль, естественно, подставных лиц. Кто же будет назначен на главы этих доморощенных республик, давным-давно известно, собственно говоря, с самого начала. И все приближенные к этим республикам уже объявили эти имена приблизительно за несколько месяцев до этих так называемых выборов. Что касается ДНР, то это известно, что им станет террорист Денис Пушилин с официальным, в кавычках, рейтингом 55,2. А у луганских это будет Леонид Пасечник с рейтингом 63%. Явка избирателей, заказанная Кремлем, должна составить около 70%. Ну, понятное дело, даже если вообще никто не придет, все равно мы услышим эту цифру. Для справки, Денис Пушилин, вот эта толстая морда, раньше, конечно, он не был таким пончиком, но сейчас отъелся на государственных харчах. Уроженец города Макеевка Донецкой области, когда-то проходил службу в Национальной гвардии Украины, принимал участие в украинских парламентских выборах 2013 года от партии МММ скандально известного бандита Сергея Мавроди. С момента провозглашения Донецкой Народной Республики этот мошенник был назначен сопредседателем Временного правительства. Занимал должность председателя Президиума Верховного Совета. Названия-то какие? Был так называемым депутатом Народного Совета. В 2015 году стал председателем Народного Совета. Являлся постоянным представителем этой псевдореспублики в контактной группе в Минске. После убийства Захарченко стал исполняющим обязанности главы непризнанной республики. С этого момента всем стало очевидно, что он и будет следующим после Захарченко. Что касается ЛНР, то его главой станет Леонид Пасечник. Родился он в Луганске, закончил Донецкое высшее военное политехническое училище, был начальником подразделения по борьбе с контрабандой Луганской области. В 2014 году Пасечник был назначен министром госбезопасности террористической организации ЛНР. На этой должности он активно крышевал контрабанду, угля и торговлю оружием. Считался человеком тогдашнего главы республики Игоря Плотницкого. Но незадолго до бегства Луганского главаря между группами Пасечника и Плотницкого развернулась жесткая конкуренция за контроль над контрабандными и другими потоками. Понятное дело, что группа Пасечника победила, Плотницкий сбежал, ну а Пасечник – следующий глава этой мафиозной недореспублики. Нужно сказать, что людей сейчас заманивают на избирательные участки бесплатным пополнением мобильного счета, например, а в ДНР госслужащих сгоняют на выборы под угрозой увольнения. Это известные механизмы, давно отработанные в России. Интересно, что по мнению экспертов, Путин делает абсолютно четкие сигналы в сторону Украины. Кремль ставит на должность глав непризнанных республик людей, которые как бы не запятнаны в кавычках в боевых действиях, то есть не военных, для того, чтобы затем продолжить переговоры по внедрению ДНР и ЛНР в тело Украины. Путин надеется, что в 2019 году к власти в Украине придут пророссийские силы. Возможность этого очень велика. И на этот случай должны быть люди, которые прямо не связаны с безобразиями в Донбассе, и с которыми, условно говоря, можно проводить переговоры или могут провести переговоры политики типа Медведчука. То есть, другими словами, Путин пытается последние два года всеми силами интегрировать Донбасс назад в Украину, но на своих собственных условиях. Именно поэтому убрали Захарченко, потому что слишком запятнанная персона, руки были по локоть в крови, переговорщик он был никакой. Поэтому сейчас нужен полугражданский, который будет создавать иллюзию, что Донбасс очень сильно рвется назад в Украину. При этом, можно ли говорить о полноценном возвращении Донбасса в Украину? Конечно же, нет. Потому что вся администрация полностью подчиняется Кремлю, и потому что цель внедрения этих республик в Украину будет только одна – дискредитировать ситуацию и продвигать пророссийские антиукраинские законы. Я вообще предлагал, как и в случае с ФРГ и ГДР, построить стену и дать им пожить своей жизнью лет 20-30. Тогда бы они полностью очистились от этой скверны. Но раз уж большинство украинцев считают, что во что бы то ни стало необходимо вернуть Донбасс, то имейте в виду, возвращение это будет в виде раковой опухоли. И эта раковая опухоль будет разъедать украинское общество и украинское законодательство изнутри. С одной стороны, может закончиться гибридная война, но начнется такое тихое партизанское сопротивление, которое уже будет очень трудно распознать. Если вы хотите знать мое мнение, Первое. Ни в коем случае нельзя допустить в ближайшие годы возвращения Донбасса в Украину. Второе. Ни в коем случае нельзя допустить к власти в Украине пророссийских политиков. Думайте, украинцы, и прежде чем вы будете выбирать своего президента, в первую очередь рассматривайте внимательно его отношения к России.